Собака Валерия по колено ходит в шоке. Жители поселка Новый борются с паводком уже не первый год. Однако этой весной вода затопила многие дома. Из дома выйти можно только при наличии высоких резиновых сапог или, как вариант, можно проплыть на лодке до пункта назначения. Такая возможность побывать в маленькой Венеции совсем не обрадовала жителей поселка. Некоторым из них пришлось приобрести сапоги, а кому-то откачивать воду из своего жилища. У нас подвала нет, есть подпол. Да, стояла вода, один сантиметр не дошла до пола. То есть, позапрошлому году доски половые лежат и вот так это было. Все лаги, фундамент, это же тоже все залитое. У нас погреб полностью залит. Ну, вот сейчас это как сушить, вообще не представляю. А вообще по поселку много домов затопленных, прям очень много. Через улицу мужчина, у него цокольный этаж, 77 сантиметров воды. Выживали, как могли. Ходили босиком до гаража за сапогами. До машины таким же образом, говорит Кристина. А кто-то и вовсе не стал рисковать автомобилем и оставлял транспорт. Вот так дверь открывали, вот этого камышка даже, ну, на нем невозможно было стоять. То есть, воды было вот так где-то, холодно. Одна из ключевых причин паводка, по мнению жителей поселка, отсутствие ливневой системы. А это мероприятие дорогостоящее. В 2016 году был первый паводок, но не такой, как в этом году, потому что в этом году очень сильный паводок был. Все произошло из-за того, что трассу подняли, расширили, подняли трассу, уровень воды изменился. Вот, и у нас, получается, наша точка стала ниже. Вода вся с поселка, с того, с полей, все сюда, к нам. У нас, так сказать, линза здесь образовалась, и она не уходит. Несколько дней жильцы просили помощи у местных властей. Приезжал трактор, однако этого оказалось недостаточно. Потребовалась более серьезная техника. Внимание на проблему в своем телеграм-канале обратил и губернатор края Виктор Томенко. Введен режим повышенной готовности. Сейчас специалисты делают все, чтобы решить проблему. В том числе с помощью дополнительной техники, которую привезли в поселок. Чистят водоотводный канал вдоль Бийской трассы и ливневку на границе Нового и Солнечного. Отметим, вчера в Новый приехала оперативная группа администрации района вместе со спасателями. Спецтехника расчистила дорогу для потока талых вод, и их уровень значительно снизился. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.